всем доброго времени суток закончил я сборку спидометра для измерения масштабной скорости на идею меня натолкнула тема на форуме Model Depot ссылка в описании спасибо автору темы всем кто откликнулся помог идеями и советами в реализации моего варианта в отличие от авторского я добавил еще возможность выбора единиц измерения и переключения масштабов и также добавлена функция таймера кругов работает приблизительно следующим образом при помощи кнопочки выбираем единицы измерения скорости вторая кнопочка выбирает масштабы в скетче запрограммированы мили в час и километры в час и масштабы и еще n и тт масштабы единиц измерения можно добавлять изменять те которые есть как это сделать я чуть позже в этом видео расскажу посмотрим как это работает запускаем локомотив вот скорость измерена для перехода в режим таймера удерживаем более полутора секунд кнопочку нажимаем кнопку options и запускаем локомотив вот пошел отсчет в верхнем правом углу показывается время текущего круга в нижнем правом углу время общее с начала старта в верхнем левом углу время прохождения предыдущего круга и в левом нижнем углу время прохождения предпоследнего круга то есть вот сейчас локомотив доедет еще один круг строчка переместилась вниз предпоследний круг здесь загорелась последний для остановки нажимаем опять эту кнопочку также есть еще второй экран в этом режиме который показывает общее количество пройденных кругов и среднее время на круге переключиться в этот экран можно в любое время оно счетчики не останавливает для выхода в режим спидометра еще раз нажимаем и удерживаем кнопочку более полутора секунд ну что ж теперь я расскажу чуть подробнее о тех элементах которые потребуются и о программе какие параметры в ней нужно поменять и можно поменять ну что ж что нам до этого понадобится сама ардуино про мини я буду использовать два датчика препятствий fc51 микротумблер пара тактовых кнопок потенциометр на 10 килоом два резистора на 10 килоом жк дисплей двухстрочный 16 разрядный макетная оплата в моем случае это 8 на 12 сантиметров отсек для батареечки крона и сама батареечка крона ну что ж теперь приступлю к сборке итак закончил я сборку и вот что у меня получилось с лицевой стороны установлен дисплей выключатель питания кнопки управления и два резистора с обратной стороны установлена сама плата arduino pro mini два датчика препятствий потенциометр регулировки контрастности и батарейка меня просили сделать инструкцию еще для чайников скажем так ну как паять схему я рассказывать не буду я сделал такие дорожки просто проводами припаивал медным проводом обычным можно обычными проводами изолированными спаять это уже не важно нам нужно будет измерить расстояние между светодиодов обязательно и записать вот у меня 98 миллиметров получается и в общем то можно считать схему готовой единственно что нужно сделать какие-то ножки чтобы можно было ставить самый простой вариант это использовать для этого вот такие стойки для печатных плат то есть я просто беру снизу с двух сторон закручиваю эти стойки и вот в таком виде в общем то его можно уже использовать ну я пошел дальше я сделал вот такой корпус из оргстекла согнул и буду крепить в нем что еще нужно сделать перед началом эксплуатации нужно настроить чувствительность датчиков таким образом чтобы они срабатывали на максимально возможном расстоянии то есть вот видите вот светодиодик зеленый загорается вот он срабатывает регулируя потенциометр можно настроить то есть вот видите что препятствия нет никакого светодиод горит соответственно я его чуть-чуть уверну до тех пор пока он не перестанет зажигаться и вот он срабатывает на каком-то расстоянии ну что ж теперь я расскажу для чайников о том как залить скетч и также расскажу какие параметры в скетче нужно и можно менять для программирования понадобится еще вот такой USB UART переходник в моем случае это SBT5329 он с четырьмя контактами то есть питание плюс 5 вольт земля прием, передача и питание еще 3.3 вольта но я его не использую бывают еще переходники у которых есть контакт ДТР я подключаю к самой плате этот переходник питание к питанию землю к земле прием RX я подключаю к TX платы и TX переходника к RX платы и подключаю его к USB порту компьютера теперь открываем для программирования нам нужна будет программа Arduino IDE скачать ее можно с официального сайта ссылка будет в описании и открываю скетч в нем нас интересует в первую очередь в 12 строке параметр S это то расстояние в миллиметрах которое мы измерили между двумя сенсорами вот 98 миллиметров вам нужно здесь будет подставить свое значение в следующей строке Result Delay это переменная определяет в миллисекундах то время которое на экране будет показываться результат в моем случае это 5 секунд в следующей строке Animation Delay это переменная определяет в миллисекундах время отрисовки очередного символа при рисовании стрелочек в принципе ничего не значащие абсолютно стрелки просто показывает направление в котором движется локомотив сделано для красоты можно не трогать следующая переменная Time Out Delay опять-таки в миллисекундах в моем случае это 160 секунд это время ожидания срабатывания второго датчика после срабатывания первого датчика когда локомотив едет на маленькой скорости между первым и вторым датчиком он соответственно может затратить большое время и если это время вышло которое задано в этой переменной то на экране появится надпись Time Out после чего сбросится время фиксирования первого датчика и отчет можно будет начинать по новой следующая переменная Decimals определяет количество знаков после запятой отображаемых в результатах измерения в моем случае это 2 можно поставить 1, 3, 4, 5 ну как вам больше нравится но я считаю что 1, 2 это вполне достаточно будет и в 19 и 20 строке заданы массивы определяющие масштабы и единицы измерения массив Scale содержит в себе подмассивы в котором первый элемент определяет символы которые отображаются на дисплее и второй элемент определяет множитель для данного масштаба для того чтобы добавить какой-нибудь масштаб добавим еще один элемент сюда в массив ну например добавим масштаб OO и множитель у него будет 76 и 2 вот таким образом мы добавили еще один массив один масштаб точно так же массив единиц измерения содержит в себе подмассивы где первым элементом заданы символы отображающиеся на экране и второй элемент это коэффициент перевода к данной единице измерения из метров в секунду ну для примера добавим единицу измерения которая будет называться узлы символы КН и множитель вернее коэффициент перевода находим в гугле например вот с помощью такого запроса что метры в секунду в узлы и множитель соответственно один метр в секунду равен вот этому числу и вставляю его сюда меняю запятую на точку и вот мы добавили еще одну единицу измерения теперь для того чтобы загрузить скетч если у вас плата с контактом DTR USB to art и подключена контакту DTR самой Arduino то вам ничего не надо можно просто загружать если же у вас нет контакта DTR то перед загрузкой нужно нажать на кнопку reset на плате держать ее запустить загрузку в программе и когда появится надпись загрузка эту кнопку отпустить вот загрузка появилась я отпускаю кнопочку и пошел процесс загрузки все скетч загружен теперь давайте посмотрим те масштабы единицы измерения которые я добавил вот у нас мили в час километры а вот узлы километры в час мили в час узлы масштабы N O H O T в общем то все надеюсь информация кому-то пригодится спасибо что смотрели кто не подписан на канал подписывайтесь впереди будет много еще интересного если что-то непонятно спрашивайте описание с инструкцией по эксплуатации и схема и сам скетч будут в описании к этому видео еще раз спасибо что смотрели всем удачи пока-пока